Глава 2. Подзаголовок 9. Война за независимость. Так родилась резолюция ООН номер 181 от 29 ноября 1947 года. В соответствии с этой резолюцией предполагалось произвести очередной раздел Палестины, выделив евреям около 10% той территории, которая была передана первоначально под мандатное управление Великобритании с целью создания еврейского национального очага. Тем не менее, резолюция ООН номер 181 имела огромное значение для еврейского народа, поскольку она вновь подтвердила его право на обретение собственного суверенного государства. Мало кто полагал тогда, в 1947 году, что еврейское государство, даже если оно будет создано, сумеет утвердить свое существование в враждебном арабском окружении. Как друзья евреев, так и их ненавистники полагали, что арабские страны немедленно захватят еврейское государство, стоит только англичанам покинуть Палестину. Военные специалисты уверенно подтверждали этот прогноз. В международном сообществе было тогда немало влиятельных деятелей, которые, с одной стороны, нашли способ успокоить свою совесть, выделив евреям клочок земли размером с Багамские острова, а с другой, надеялись втайне, что совокупная мощь арабских армий очень скоро раз и навсегда решит проблему Палестины. Несмотря на очередное усечение территории своего будущего государства, евреи согласились принять резолюцию о разделе Эр-Цисраэль. Арабский мир отверг ее единодушно и однозначно. Сразу же после голосования в ООН, то есть еще за полгода до истечения срока британского мандата, и регулярные воинские формирования хлынули в Палестину из сопредельных арабских стран, пытаясь предотвратить провозглашение еврейского государства. Через несколько месяцев к ним присоединились регулярные армии Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Ливана. 14 мая 1948 года последние британские солдаты покинули Эр-Цисраэль, и в тот же день в Тель-Авиве было объявлено о создании государства Израиля. К этому времени война была уже в самом разгаре. Во всем мире широко господствовало мнение о том, что арабская агрессия очень скоро положит конец независимому существованию Израиля. Израиль вступил в войну за независимость в крайне неблагоприятных для себя условиях, явившихся результатом сознательной политики Британии. Сначала англичане резко сократили территорию, на которой дозволялось селиться евреям, и наложили запрет на еврейскую иммиграцию в Эр-Цисраэль. Затем они предприняли все возможное для того, чтобы не дать евреям вооружиться. В то же время англичане не препятствовали массовой контрабанде оружия и проникновению воинских формирований из соседних арабских стран. В результате арабы обеспечили себе подавляющее превосходство над только что созданной израильской армией. Достаточно упомянуть о том, что в начале войны за независимость армия обороны Израиля, Цахал, не имела танков, артиллерии и боевых самолетов. Арабское вторжение поставило существование Израиля под прямую и непосредственную угрозу. В тот ужасный год на полях сражений погибли 6 тысяч еврейских бойцов, некоторые из которых прибыли в Эр-Цисраэль, уцелев в нацистских лагерях смерти. Все еврейское население страны составляло тогда 600 тысяч человек. Уровень потерь соответствовал тому, как если бы в сегодняшней войне США потеряли убитыми 2,5 миллиона своих солдат. К июню 1948 года Израиль оказался на грани военной катастрофы. Однако истощенные и редеющие части Цахала продолжали мужественно сражаться. Не вполне осознавая, насколько слаб их противник, арабы согласились на временное прекращение огня. Израиль воспользовался этой передышкой, чтобы вооружить свои войска. Когда бои возобновились, Цахал сумел сконцентрировать свои немногочисленные силы на решающих участках фронта. Арабская агрессия была отражена, и во второй половине 1948 года Цахал сумел отбросить противника на нескольких основных направлениях. В течение 1949 года были подписаны соглашения о прекращении огня между Израилем и потерпевшими поражения странами-агрессорами. Существование еврейского государства стало совершившимся фактом. Оно явилось на свет в ужасных муках, но и счастливого детства не выпало на его долю. Границу Израиля постоянно пересекали вооруженные группы арабских диверсантов. Колыбельную песень новорожденному государству пели лидеры соседних стран, которые неустанно твердили о том, что Израиль будет уничтожен в самом скором будущем. Однако, если не считать воинственной враждебности арабов в первые годы своего существования, Израиль пользовался весьма благожелательным отношением международного сообщества. Арабская ненависть, помноженная на мощное политическое влияние, все еще не могла поколебать нравственную солидарность свободных наций с еврейским народом, пережившим беспрецедентный гитлеровский геноцид и доказавшим свое несокрушимое мужество в ходе войны за независимость. В те годы арабы зализывали раны и переживали понесенное ими позорное поражение. Их пропагандистская машина еще не заработала тогда на полную мощь. В Западной Европе и Соединенных Штатах общественное мнение твердо поддерживало Израиль. Массовое сознание воспринимало евреев как хороших парней Ближнего Востока. Эта основополагающая солидарность усилилась во время арабской блокады 1967 года, чтобы ослабнуть после убедительной победы Израиля в шестидневной войне, а затем проснуться вновь во время войны в Персидском заливе, когда на Тель-Авив обрушились иракские эскады. Зимой 1991 года людям Запада снова стало ясно, кто на Ближнем Востоке является жертвой и кто агрессором. В первой половине 20-го столетия главным фактором противодействия политическому сионизму являлся британский империализм. Арабы только содействовали ему. Во второй половине века ситуация изменилась, теперь инициатива перешла к самим арабам. Получившие независимость арабские государства научились использовать в своих целях прессу, радио, телевидение, посольства и дипломатические службы, а главное – огромные богатства, позволяющие успешно манипулировать всеми упомянутыми средствами. Поначалу арабы явно недооценивали потенциал подобной манипуляции. Ранняя арабская пропаганда была нацелена преимущественно на своих. Новоиспеченные арабские режимы еще не успели овладеть искусством международной пропаганды. Их доводы носили самый агрессивный характер и облекались в самые откровенные выражения. Типичным примером такой неискушенной риторики может служить заявление короля Саудовской Аравии, сделанное в 1954 году. Израиль для арабского мира – словно раковая опухоль для человеческого тела, и единственным средством излечения может быть операция. Злокачественную опухоль следует удалить. Израиль – это тяжкая рана на теле арабского мира, и терпеть боль этой раны мы уже не в силах. Мы не можем больше смотреть, как Израиль распоряжается в оккупированной Палестине. Нас, арабов, насчитывается около 50 миллионов. Отчего не пожертвовать нам 10 миллионами, чтобы жить, сохраняя гордость и самоуважение? Конец цитаты. Еврейское государство служило этаким громадводом, с помощью которого арабские правители могли направить негодование собственных народов в удобное для них русло. Это помогало отвлечь внимание арабов от вопиющей беспомощности их лидеров во всем, что касается экономического развития и решения острых социальных проблем. Однако экстремистская риторика такого рода не могла содействовать укреплению антисионистских настроений в свободном мире. Лишь немногие на Западе испытывали сочувствие к одиозным лозунгам и брутальным намерениям арабов. Таким образом, Израиль удостоился сочувственного отношения со стороны международного сообщества в период с 1948 по 1967 год. Это сочувствие было результатом двух факторов. Принципиальной солидарности со справедливыми целями сионизма и арабского равнодушия гражданской аудитории на Западе. Арабисты в кавычках и тогда господствовали в Вашингтоне. Они даже требовали от президента Эйзенхауэра заставить Израиль отказаться от Негева ради достижения мира на Ближнем Востоке. Но общественное мнение с недоверием относилось к доводам тех, кто еще недавно именовал катастрофу «бессовестной сентиментальной выдумкой сионистов». Этот благословенный период завершился в 1967 году. В отличие от своих правительств, рядовые граждане Запада всегда испытывали естественное сочувствие к слабому. И блестящая победа Израиля в шестидневной войне коренным образом изменила привычное распределение общественных симпатий. В течение шести коротких дней Израиль превратился из слабой и преследуемой стороны Ближневосточного конфликта в мощное, чуть ли не всемогущее государство. Это впечатление только усилилось за счет самоуверенных высказываний некоторых израильских лидеров, вообразивших, что одной блестящей победы достаточно, чтобы решить исход борьбы еврейского государства за выживание во враждебном арабском мире.